21 августа, 120-е годовщина со дня рождения полководца Сергея Бирюзова. Торжественное мероприятие в его честь начали с возложения цветов, а затем посадили сирень, сорта которой специально подбирали для этой зеленой зоны. Все они носят имена Машелов Победы. Среди них Малиновский, Конев, а также кустарники сортов День Победы и Синий Платочек. А также в сиреневую аллею высадили специально выведенные селекционерами Ольга и Сергеем Маладинами. Его назвали «Машел Бирюзов». Как отметила Мария Бобкова, посадить такие уникальные саженцы в столь знаменательный день – большая честь для рязанцев. Сирень такого фиолетового-сиреневого цвета, разноцветная, безумной красоты и безусловно для нас это большая честь, что мы удостойны предоставления таких уникальных, поистине уникальных саженцев. В благоустроенном сквере появились новые тротуарные дорожки, новые зоны отдыха для детей и занятия спортом. Скамейки, освещение, центральная зона с надписью «Я люблю Конищева». Это уже полюбившееся место для жителей, для проведения праздников. На официальном открытии сквера Бирюзовой ведущая зачитала приветственный адрес от дочери маршала Ольги Бирюзовой. Она пишет, что радостно видеть, как на рязанской земле чтут память ее отца. А также Ольга поблагодарила за большую системную постоянную работу по сохранению исторической памяти. Время всегда диктовало отцу сложные задачи, порой казавшиеся невыполнимыми. Боевой путь отца отразил значимые вехи истории Великой Отечественной войны. Бои на Брянском фронте, Сталинградскую битву, освобождение Севастополя, Крыма, Донбасса, Яско-Кишиневскую и Белградской наступательные операции, военно-дипломатическую службу в Болгарии. В послевоенное время отец отвечал за огромное небо огромной страны. Сквер в этом году благоустроили в рамках проекта «Жилье и городская среда». Но всего этого не было бы без жителей Конищева. За благоустройство в этот раз боролись шесть парков и скверов Московского района. Татьяна Мыськова, жительница микрорайона, рассказывает, что еще недавно прогуляться в их районе было негде. И когда сквер начали благоустраивать, она лично контролировала ход работ в качестве народного добровольца. Были просто деревицы стояли, потом вот златко почернели. А сейчас вот сколько я смотрю из окон, столько детей здесь возится, столько прям даже душа радуется, что детям есть где заниматься, где-то что-то для них сделано. Сергей Бирюзов, как и его сослуживцы, прошедшие Великую Отечественную войну – люди победы. Благодаря им мы живем. Помнить их имена и чтить память – наша святая обязанность. Анастасия Дмитриевимов, телекомпания «Город». Анастасия Дмитриевимов, телекомпания «Город»